Рубрика газета недель в Саратове и в студии с нами журналист газета недель в Саратове Дина Болгова, ее главный редактор газета недель в Саратове Дмитрий Казенко, здравствуйте. Добрый день, Роман, добрый день, уважаемые зрители. Дмитрий Борисович, я хочу посетовать на депрессивность вашей газеты, потому что вот везде какие-то проблемы в экономике, в политике, даже про варенье есть материал, как оно делается, и все, что я там вижу, вот открывается там, как его трудно делать, если его много дел, то можно впасть в депрессию. Нет, и ты Роман. Дина, ты считаешь, что это весело? Я просто считаю, что ты, может быть, видишь то, на что ты сам настроен, может быть, ты склонен к депрессии, подумай об этом. Нет, ну на самом деле варенье, зачем же вот именно так-то рассматривать, вот скажи, ну честно нам, Роман, ты вечером сегодня после эфира будешь варить варенье из чечевицы с перцем? Нет. Нет, ну тогда смотри на это с точки зрения потребителя, а как оказывается много странных и вкусных вещей можно сделать. Я, например, не сильно люблю кулинарное интервью, но когда я прочитал, что можно варить варенье из перцев болгарского и чили, да, я подумал, что по всей видимости есть что-то, что я в этой жизни не знаю. И может быть, даже нам не хватило парочки рецептов эксклюзивных от героиния интервью. Да, возможно. Я просто на следующий эфир придем с банкой варенья и будем есть их на глазах у Романа. И рассказывать ему наши ощущения. Для поднятия вашего ощущения. Спасибо, спасибо. Мира ощущения. Ну, возможно, еще надо о газете поподробнее, помимо варенья. Ну, хорошо, нет, ну варенье, во-первых, все-таки это первый позитивный материал. Вот, далее, ну, что значит мрачный, какая жизнь, такие мы, мы зеркало. Ну, там про Балакова особенно. А что Балакова? Балакова мы поехали, честно, уже через день после аварии так у нас получилось. Поехали посмотреть, потому что о социальных сетях было достаточно паники местных жителей, о том, что ничего не сделано и так далее. Поехали, посмотрели собственными глазами, увидели, что-то сделано, что-то нет. В целом вот та крупная авария на вокзале, она ликвидирует. Есть целые микрорайоны старого типа, бараки, грубо говоря, в которых, в общем-то, и раньше тепло не было, и сейчас тепло не стало. Стабильность. Стабильность, да. Вот, например, интересный материал с Еленой Микертичевой о последних днях предыдущих губернатов. Я надеюсь, что наша политическая обозреватель ни в коем случае не намекает. Мы хотим, чтобы Валерий Васильевич работал с нами как можно дольше. Наша жизнь становится светлее и радостнее. Вот, но я, ну, как бы не будем повторять, как выглядели последние дни Дмитрия Феоновича, Павла Леонидовича, но есть интересный момент. И Аятсков, и Ипатов проводили, по крайней мере, вторые свои сроки, а Ипатов и первый, в непрестанной борьбе с областной думой, с большей частью СМИ. Была, а, была движуха, б, я полагаю, что вот эти процессы их закалили. Вот, Валерий Васильевич у нас несколько в тепличной обстановке оказался, и мы по правдам, правда, мы по мере сил, вот, и, конечно, Дин Васильевич, пытаемся немного эту теплицу проветрить. Но, все-таки, вот, может быть, они потому и запомнились, потому что все время были в борьбе. А Валерий Васильевич, что у нас борется в основном с красными леночками, успешно перерезает. Вот как все смотрится сквозь время уже, потому что, естественно, было огромное количество критики всех губернаторов, да, а теперь они кажутся почти как, ну, Кастро, да, сравнивать с Радаевым. Ну, да, Кастро старший. Вот, ну, значит, Балакова, Балакова. Это у нас рассказ о заседании Ольги Игоревны Копши о заседании городской думы. Городская дума, правда, так-то засучила, рукава на своем последнем заседании, после кратковременной дискуссии, засучив рукава, засунул эти руки поглубже в карман предпринимателей. Суть в чем, что есть, как эти земли называются, неопределенности, есть порядка 40% земель в Саратове, собственно, которая неопределена. Собственник неизвестен. Да. На этой земле, естественно, расположены и жилые дома, и новостройки, и все прочее. В результате чего городская дума, слегка подискутировав и даже сначала пожалев предпринимателей, потом пришло к выводу, что плач бизнес-сообщество там слушать не надо, заявил доктор Островский, и приняло решение, предложенное администрацией, повысить стоимость земли для всех объектов, которые там расположены. Причем стоимость земли вырастает намного. Я, к сожалению, не захватил свою табличку, но там вырастает собственность земли для строительства, для автостоянок, причем для автостоянок вырастает примерно на тридцать, для кафе, для ресторанов, для магазинов, для офисов. Вот автостоянки сейчас платят 63 рубля. Меский повышающий коэффициент на земельный налог. Это рассматривали как раз на городе. Вот, если автостоянки сейчас платят 63 рубля за метр квадрат, будет платить 94. Ну, и все, соответственно, отразится на тех, кто встает еще машину. В общем-то, верить в ультруизм владельцев ресторанов, автостоянок и тем более саратовских застройщиков. Нет никаких оснований. Соответственно, все это отразится на наших карманах. Депутаты рассчитывают получить 160 миллионов рублей за год и пустить их на благие цели благоустройства нашего города. А, ну да, можно еще в шкодную зону куда-нибудь продлить, да? Ну да, или завернуть. Ну, что же, оплачиваем все эти процессы, славные мы. День рождения, Сергеевич, просвещет наш разворот, тем более достаточно мрачный. Ну, во-первых, да, сейчас идет вот это ресторан, НКВД, какие-то памятники Станин. Вот это восстановление сталинизма лайт, как сейчас любят говорить. Вот, есть такое дело. Вот это сталинизм лайт, хотя доктор, кандидат философских наук Владимир Хасин, кричит, что на самом деле... И философских? И философских. Вот, на самом деле, говорит, дело в том, что мы слишком много внимания обращаем на философских наук Владимир Хасин. Палачей своего деда. И опрос, проведенный саратским журналистом, работающим в нашей газете Романом Дрякин. Роман Дрякин после опроса граждан, который сказал, что, в принципе, неплохо коррупцию победит. Он придет, он вернется и победит коррупцию, считает большинство опрошенных людей. Ну, как всегда, все уверены, что лично его... Да, лично его, да, лично его... Не касается, никто, к сожалению, то ли не хочет помнить, то ли не помнит вовсе, что свои репрессии, то есть, Ф. Сырёнович, начал с ближайшим окружением, вообще-то, с товарища Троцкого, предположим. Сначала он их разогнал, а потом уже принес из-за остальных, в том числе, большинство погибших, были его сторонники. Но вы не договорили, как на роману на нашего повлияло? Да, роман, парень, очень чуткий, впечатлительный. Вернувшись в опрос, он сказал, что, в принципе, жить в этой стране он не может. Собрал чемодан. Собрал чемодан, сегодня вечером садится на самолет, но едет, к счастью, не в другую страну, а едет на пресс-конференцию нашего президента Владимира Владимировича Путин. Потому что он у него спросит, как жить так же стране. Дело в том, что мы проявили некое, возможно, преступное недомыслие. Мы не спросили Романа, что он хочет спросить у Путин. Мы надеялись, что ему не дадут слово. Роман, на самом деле, да, Роман не признался, сказал, что у него есть несколько вопросов. Придережутся для прямого эфира. Для всей газеты, для всего холдинга будет сюрприз, когда будет. Да, да, будет большой сюрприз, да. Вот, а еще Ольга Игоревна Копшева с последней коллегией Министерства сельского хозяйства областного пишет текстик. Согласно этому тексту у нее сложилось впечатление, что, в общем-то, люди, которые руководят нашим сельским хозяйством, не все компетентны. Вот, вполне возможно, это так. А основной вывод, очень интересный, министерство наше, да, вот, ну, знаете, наверное, министр Соловьев, тогда, вот они похожи на Дон Кихота коллективного. У меня вот никогда такой образ. Вот, а все дело в том, что они отправились, вернее, начинают предприятия, похожие на поход на Дон Кихота. Вот, они решили бороться с посевами подсолнечника в нашей области, потому что со 25 лет посевы подсолнечника выросли в Саратовской области в 3, и почти в 3,5 раза, в 3, и 3. А посевы пшеницы при этом сокращались? Да, при этом посевы пшеницы сократились резко. А дело в том, что подсолнечник убивает почву. Но дает быстрый день. Ну да, выгоднее. И вот наш министерство решило бороться. Мы не знаем, конечно, чем борьба эта закончится. Останутся ли нам в результате успеха хотя бы Сенечкин погрызть. Но так же Роман... Семечка без пшеницы остаться. Ну, Роман Анатольевич также еще несколькими текстами радует. В частности, помните, была попытка электронной... Универсальная электронная карта. Да, да, да. И вот все эти проекты Роман внимательно рассматривает. А также Адда Бухетт, автор вот этого потрясающего интервью про варенье, рассматривает систему распределения президентских грантов среди организаций общественных в Саратской области. Так вот, получается, что большую львиную, скажем так, часть грантов получает те или иные проекты, связанные с епархией нашей. И они получили... Например, вот грант «Духовный скреп отечества» получил 5 миллионов рублей. Ихвановско-профессионной гимназии во имя святого мученика, 4 с половиной и так далее и тому подобное. При этом худо-бедно еще получают нерелигиозные организации. Я, например, рад за центр ипотерапии. Они получили грант. Но ни одна правозащитная организация не получила никаких грантов. Ну вот, да, мы не раз обсуждали тоже ходить события. Вот такая вот политика. Надо называться там «Духовный скреп правозащиты». Ну тогда будем давать там, как правозащитники казахи. А, ну да, правозащитное казачество. О, да. На самом деле, я сделаю намеренно, я пропустил один текст нашей газеты. И случайно это сделал, потому что... Интересно, кто его автор. Да, может быть, поустроил. Присылает свои ответы нам на почту. Ну, по-собаку, какие-то вы. Как бы известно, да, что губератора Радаева иногда критикуют. Вот. Его сам Валерий Васильевич хранит, молчанин, целый круг саранских политологов. Общественников, отвечая критикам, критиканам, произносят обязательно как молитву такую, как первых словам молитвы, фразу «11 заводов и металлургический кластер». То есть это то, что сделал для нас, для неблагодарных жителей области, Валерий Васильевич. Вот Дина Болгова все-таки взялась и решил посчитать заводы, посмотреть, как они живут, чем живут. И так ли уж они обязаны своему появлению, Валерий Васильевич Радаев. Ну, Дину вам слово. Ну да, ну как бы... Срывай покровы. Ну я не хочу, конечно, пересказывать тексты целиком. Ну правда, что 11 заводов. Ваши зрители почитают. Ну вообще мы, конечно, зацепились за эту цифру, 11 заводов, потому что не очень понятно было, почему 11, каких именно заводов, потому что вот эти самые знаменитые наши великие общественники и политологи не конкретизировали. Вот, ну поэтому... Ну и мы их тревожить не стали, отвлекать от их важных и великих дел, поэтому решили сами посчитать. В общем, начиная с 12-го года, когда губернатор Радаев, в общем, был назначен губернатором. Вот. И начал вот эту деятельность по открытию заводов. Ну как-то, да. Вот, в общем-то, в 12-м году один из заводов он открыл. Весной он заступил на пост. Осенью там уже состоялось открытие завода по производству кровельных материалов. Вот. Но как бы надо учесть, что в 12-м году завод уже открывался. То есть, строился он гораздо раньше. Соответственно, инвестор, пришедший и открывший это предприятие, затеявший, он пришел во времена губернаторства Ипатова. Очень удобно при каждом губернаторе открыть, чтобы со всеми иметь хорошие отношения. Но так получилось, что завод не выжил. Он, в общем-то, на открытии Валерия Васильевича как бы озвучивал большие надежды, в том числе на то, что это предприятие выйдет в лидеры, может быть, в производство вот этого непосредственного материала. Ну, как сливы. Да, двинет строительный рынок и так далее. Но как раз в этом году осенью завод обанкротился. Печальная новость для первого завода, открывшегося в присутствии Радаева. И никак губернатор не помог заводу, видимо. Ну, и как-то, да, в общем-то, и не выступил никак, даже со словами сожаления. Вот, да. Ну, и потом мы отслеживали по каждому году. Довольно сложно собирать вот эту информацию, она разрознена. Минпром отслеживает какую-то там свою часть, Минсельхоз свою. Поэтому мы даже не стали трогать предприятие агропромышленного комплекса, брали только вот, ну, там, где Радаев довольно ярко засветился. А вообще губернатор может как-то помочь заводу, который терпит крушение? Ну, я сомневаюсь вообще. Судя по тому, что банкротится РМК, банкротится дизель-маминых завод. Да, очень старейшие заводы наши, старецкие. Как бы... В общем, понятно. Нет, потому что здесь интересная история, есть такое маленькое сравнение, которое показывает всю эту процедуру наглядно. Мост через Гучелку, через Гусейский овраг, строил Джилавян, да, министр строительный, товарищ Аяцкого. Открывал его, проехав за рулем КамАЗа Павел Леонид Чапатов. Мост через Алексеевский овраг. Строил выполнение Чапатов. Леночку перерезал Валерий Васильевич Радаев. Вся беда в том, что вот... Если вдруг несчастье, у нас будет другой губернатор, что-то дело будет перерезать Леночке вот тут? Нет, ну как бы... Да, тут при Радаеве же тоже кое-какие предприятия закладываются. Вот надо ему взять их на заметку. Да, мы можем составить список и передать потом новому губернатору. Все дело в том, что... Вот Дина пишет об этом, что знаменитый Балаковский металлургический кластер, да, это Эйрликид завод, завод сортовой и еще, по-моему, центральный Балаков. Да, переклад металлургом. Они все были приведены Жандаром. Это был такой суперактивный, весьма... Такой эзотический человек. Харизматический. Харизматический, да. Харизматический, да. В правительстве Павла Леонидовича. Именно он договаривался с Северсталью. С Северсталью Балаков интересно. Очень трепетно, на самом деле, относился. Мы как-то тоже в одном из наших материалов, моих в частности, тоже как-то неосторожно отозвались там. А Северсталью были звонки в редакцию, и Жандаров тоже там очень эмоционально высказывал свое недовольство в нашем отношении. На самом деле Балаков должен быть интересен такого рода промышленным гигантам, потому что это, наверное, избыточный город. И логистика неплохая. Вполне возможно, что там еще что-то будет. А вот новый губернатор не может открыть, например, новый аэропорт? Ну, если мы дождемся его окончания строительства, новый аэропорт какой-нибудь из новых губернаторов, да, наверное, перережет эту ленту. В течение дня, утром я читал, что аэропорт откроет в 2018 году, а сейчас, и уходя, сказали, что в начале 2019. Сроки сдвигаются. Сроки сдвигаются бесконечно. Когда вообще в седьмом году заявили, по-моему, в восьмом или в девятом как раз на поле, да, мы уже нам обещали, что в четырнадцатом году будет в первую очередь сдана, и в пятнадцатом уже будет летать. Ну вот уже. В семнадцатом наступает. Ну, пока вот вчера появился вообще, как на день, не шокировавшись, сделать, кроме автодорожно-вводный маршрут до аэропорта. Ну, канадную дорогу туда же можно протянуть, в общем-то. Звучит красиво не совсем практично. Час ждешь катера, полтора плывешь, потом еще ждешь автобуса на пристани. Поезд-то может быть дешевле. Там еще регистрация тоже. Ну да. Процедура растянется на сутки. Не, ну на самом деле, вот смотрите, аэропорт, он уже в своих прогнозах проседает, скажем так. Исчезло слово «хаб», да, столь любимое. Вот. Пассажирпоток уменьшается. Уже аэропортовый комплекс, который там грезился на дворцами, Семирамида, оказался, что, да, достаточно загонщика, так сказать, как они называют его. Аэропорт терминального типа. Да. Да, и что там может быть, на крайний случай, будут грузовые самолеты там присаживаться, если уж не получится пассажирский, то что такие разговоры. Зачем? Крумыч есть. Ну, как-то использовать, наверное, надо. Есть крумыч, но я уже как-то в одном из разговоров приводил, примерно, да, Волгоград, 40 километров отсюда. Большой аэропорт, то есть способный принимать Боинги и все прочее. Ну вот, в силу того, что там рейс задерживался, задерживался с Чартом, да, там интересная система, когда зарегистрироваться, ты можешь где-то на вот таком пятачке уже перед полем тусоваться, курить летом, по крайней мере. И вот состоял 154-й тур, есть на Москву, стоял наш потрепанный Боинг в Калининбургских авиалиниях, которые готовили к чартеру, ремонтировали там немножечко. Все. Волгоград, город, насколько я помню, крупнее Саратов. Никто абсолютно со всех этих аэропортных и других прожектов, никто не понимает, что население, а, нищает, а, б, как следствие бедности, снижение мобильности. Мне пришло в голову пешеходная зона, нам надо делать летную зону, соответственно, чтобы уж в одной концепции все это происходило, ну и там водная зона и так далее. Но все-таки у Радаева, может быть, есть что-то положительное? Да, ну есть, конечно. Во-первых, он автор многих афоризм. А с заводами? Ну, мусоросортировочный комплекс, это, в общем, да, его заслуга. Да, мусородходы. Есть некие подводные течения. В общем, конечно, цивилизованное отношение к утилизации ТБО, ТБО к сбору мусора, это все, конечно, правильно, но если там по федеральному закону, например, у людей, закон федеральный предоставляет людям альтернативу, в общем-то, если сортировку, регион организует сортировку в момент выброса мусора, то есть люди сортируют сами, то тариф для вывоза ТБО для граждан ниже. Если это централизованно, как у нас, то есть какое-то предприятие, то тариф будет выше. И, в общем, сейчас то предприятие, о котором речь идет, вот у нас это как-то УК... А, ЗАО управления отходами, УК-лидер, вот, они начали с левого берега и переходят на правый. То есть, в общем, система будет везде у нас одна и та же. Я разговаривал тоже с представителями, они, в общем-то, отказывают. Саратовцев вправили в возможность, не верят в возможность саратовцев, саратовцев самостоятельно отделить, там, пластиковую бутылку, скажем, чего-то другого, чтобы выносить в пакет. В каких-то городах России отделяют? Ну, выгодны не верить, но некоторые пробуют, Ростовская область пробует, да, это делать, но у нас есть энтузиасты, вот в одном из прошлых номеров, по-моему, у нас Аня Мухин делала интервью с девочкой из движения «Зеленый бык», она, в отличие от УКО-лидера, верит в то, что саратовцев можно научить сортировать мусор самостоятельно. Просто в этом не заинтересованы инвесторы, и в этом не заинтересовано правительство, когда я писала на эту тему, в общем, у нас в Министерстве экологии, да, или у Комитета, ну, я точно не помню, в общем, какое ведомство. Ну, просто вот это предприятие, вообще система, новая система обращения с отходами, с твердыми бытовыми отходами, она, этот проект реализуется как раз вот под контролем вот этого ведомства экологического. И я разговаривала с его руководителем, они не хотят даже пытаться, как бы вот поставить разные контейнеры, говорят, что это очень дорого, там надо купить этих контейнеров много, они стоят больших денег. Люди не будут выбраться. И как же, да, как же объяснять людям, что нужно сортировать самостоятельно, это же каждому там баку контролера не поставишь, и все такое. В общем, это сложный процесс, который никто не хочет браться. Проще, конечно. Проще повысить тариф. Да, для людей. Неоднок, насколько я понимаю, в Европе это прижилось. Швейцария, по-моему, да. Я видел Россию. Вам скажут, где Саратов, где Швейцария. Нет, ну там, ну понятно, ну просто Швейцария, например, если это Швейцария, ну, да, пусть это устроено. Наверняка там такое есть. Нет, не то, что, я просто не попадала с новостью, потому что они уже настолько научились ловко управляться собственным мусором, что им уже не хватает для переработки своего мусора. Не его завозят из-за рубежа. Прекрасный опыт. Балаков, в конце концов, кстати, называли раньше Волжская Венеция, да? Да. Было такое. Ну, там, столица Павла, Волжская Венеция. Мы понимаем, что это за термин такие. Как они работают. Венеция так и замерзает, конечно. Дмитрий Борисович, у вас, мы заметили, в редакции появился какой-то новый автор, Денис Петровский, и он написал разговор на больничном дворе. Могли бы немного о нем рассказать. Об авторе и... И об авторе, и о больничном дворе. Блин, и всякая фигня. Роман, видите, в чем дело? В любой уважающей себя редакции есть, как бы, поток авторов. Уладный стажер, да? Нет, не обязательно. Может быть, стажеры, может быть, люди вполне пожилые. Часто они учитывают, что мы достаточно высоко расположены на редакции газет, и просто оставляют у вахтера письма. Конверт. И кто-то из наших сотрудников берет, ну, конверт. Ну, говорит, дайте посмотрим, что. Гляди-ка. В этом что-то есть. Вот Дин, сегодня принесли письмо Дину Васильевну. Это тоже попало таким образом к нам письмо. Почитали, почистили. К сожалению, автор передавал действительность так, как она и есть. Если бы в это письмо заглянул какой-нибудь чиновник Роскомнадзора, одним чиновником Роскомнадзора стало бы меньше, и, собственно, с целью сбережения их здоровья вот этот текст немножечко поправили, заменили слишком откровенные места. Не опубликовали, нам показалось, он забавен. Какая вот неожиданная настоящая интрига и какая-то, не знаю, не хочется говорить, как вот лайф делает, вот какая-то такая вот жесткая правда жизни. мистификация. Нет, это ни в коем случае не мистификация, это средство нашей близости к читающему народу. Отлично. Читайте газету «Неделя в Саратове», там есть информация абсолютно для любого человека в нашем городе, а может быть, в нашей стране. Конечно. Это была рубрика «Газета «Неделя в Саратове». С нами были журналисты Дина Болгов и главный редактор «Неделя в Саратове» Дмитрий Козенко. Сейчас небольшая реклама, и мы вернемся в эфир. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!» Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!